Приветствую вас и самым лучшим, самым правильным решением будет поговорить с вашим мужем. Спросите его о том, почему он общается с этой девушкой. Что она ему дает такого, что не даете вы? Что он получает от нее такого, чего вы не можете дать? Может быть ваши отношения пора освежить, добавить разнообразие, что-то еще. Может быть нужно как-то больше проводить времени, больше совместной деятельности, что-то еще. Если вы не хотите признаваться в том, что залез в его телефон, то тогда просто чаще разговаривайте с мужем, спрашивайте, все ли его устраивает, что он хочет, что ему не нравится, чего бы ему хотелось. И постарайтесь слушать его желания, постарайтесь учитывать их, постарайтесь делать то, что ваш мужчина желает, и тогда надобности в общении с другой девушкой у него не будет. Говоря о дружбе между мужчиной и женщиной, хочется сказать так. Верите или не верите, вопрос принципов. То есть, если вы верите, то вряд ли кто-то может вас разубидеть. Потому что всегда есть примеры, как подтверждающий, так и опровергающий этот факт. Но, женщина, существо практичное, мужчина, существо солидарное и принципиальное. Именно поэтому мужская дружба считается самой крепкой. Так вот, мужчина может дружить с женщиной, а женщина с ним нет. То есть, вы правы лишь наполовину. Мужчина может воспринимать женщину как друга, а женщина мужчину воспринимает всегда как того, кто что-то ей дает. Того, кто полезен ей. И в этом контексте вы правы лишь наполовину. Но если мужчина действительно воспринимает ее как друга, то вам ничего не грабит. И с его точки зрения это действительно дружба. А с точки зрения женщины в данном случае не так важно-важно. То есть, понятно, да? Если вы готовы признаться мужу в том, что видели его приписку, лучше скажите об этом прямо. Поговорите, обсудите. Спокойно, без криков, без руганий, без всего. Просто говорите, вот так, так, видела, вот что. Может быть, тебе чего-то не хватает, может быть, что-то наобратноеобразие. Может, что-то добавить, что-то там как-то изменить. Ты только скажи, и я готова на это. Если вы не готовы признаваться, то, соответственно, необходимо просто побольше спрашивать. Хоть можно побольше интересоваться тем, чем он хочет, чего человек, что ему интересно, что ему близко. Возможно, необходимо вам все-таки больше уделять внимание именно сближению, чему-то заметному, чему-то интимному и так далее. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку «Помогу». Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, делайте его лучшим, буду благодарен.